друзья рад приветствовать вас на канале политика благодарим вас за то что вместе с нами сегодня за то что смотрите и поддерживать этот канал не забывайте этому видео поставить ваш лайк подписаться на канал кто этого еще не сделал и написать вопросы или комментарии под этим видео для нас это очень важно как всегда самые интересные вопросы мы отбираем задаем нашим уважаемым экспертом и сегодня с нами на связи константин боровой константин натанович здравствуйте здравствуйте эдуард запад бросил путину вызов черноморье так гласит заголовок одного из сми три судна прорвали блокаду российской федерации войдя в измаил в сопровождении американских самолетов вопрос чем ответит российская федерация по вашему мнению ну вы знаете это принципиальный вопрос для всего мира это вопроса свободе судоходства отсутствие пиратов отсутствие ограничений это предмет нескольких международных соглашений причем первое но я думаю было заключено где-нибудь там в 15 веке понимаете это очень важный вопрос важный для мира для европейцев для соединенных штатов на самом деле для россии потому что досмотр судов то что пыталась чем пыталась угрожать россии это совершенно не цивилизованная форма но это бандитизм обычный вот сомалийские пираты примерно этим же и занимались да сто процентов пираты занимались и тем же самым занимается путин и все-таки остается этот вопрос или проявит слабину и это будет видно всему миру или с другой стороны чем-то ответит но и что приведет глобальным изменением хода этой войны тогда если россия решится на нарушение международных конвенций о свободе перемещения вот ну в нейтральных морях это будет означать что россия нарушит эти соглашения свобода судоходства это свобода торговли это свобода перемещения это ключевые основные свободы развития государства развития мира развития отношений я думаю что в тот момент когда россия решится нарушить эти международные соглашения ну будут ужесточенные санкции и так же как в сомали или около сомали транспортные суда будут сопровождаться военными и которые обеспечивать будут свободу судоходства вы знаете от 24 февраля то и ранее я думаю еще с 2014 года мы неоднократно наблюдали как российская федерация ограничивая свободу и к сожалению запад как-то так тихо пропускал эти все ситуации что возможно привело к войне уже в 2022 году но все же очень интересная еще и позиция мы видим как два дня подряд есть прилеты удары по москва-сити и вот сша отреагировали на атаку беспилотников по москва-сити и говорят мы не поощряем но решать украине с другой стороны чтобы можете запретить уважаемый запад на такие действия поскольку российской федерации является законной целью российская федерация должна являться законной целью вот но к сожалению и наверное вы об этом слышали некоторые цели даже на оккупированной территории украины с точки зрения союзников украины они нелегитимны они не поощряются для нападения это касается штабов совещаний ну вот основной способ которым побеждает современная армия и это он был продемонстрирован в ираке в кувейте ну при больших так сказать войнах это удар по центрам управления армиями это удар по высокоточным оружием по ключевым точкам управления войсками к сожалению именно это украине запрещается вот военными советниками и соединенных штатов при использовании оружия соединенных штатов но это находится в рамках концепции которые в общем озвучивает и госсекретарь соединенных штатов энтони блинкин соединенные штаты не хотят допустить разгрома путина вот это принципиальная позиция объясняется она желанием не допустить расширение конфликта и включения ядерной составляющей но с моей точки зрения такова отговорки а по существу это сотрудничество с путиным сотрудничество которое началось еще там еще даже до четырнадцатого года я об этом книгу писал о том как демократическая партия сша сотрудничает с кремлем а фбр сотрудничает с фсб совместные проекты это невозможно было бы если бы у власти была республиканская партия вот но к сожалению усилиями в том числе и руководство украины усилиями по нерасследованию преступлений демократической администрации в украине она сегодня рулит управляет ситуации так что вопросы мы должны задавать в том числе и владимиру александровичу зеленскому почему происходит сотрудничество с таким ну очень ненадежным союзником как демократическая партия сша почему призывы к расследованию коррупционных преступлений на территории украины остаются только призывами и ничего не делается ну вот как со времен порошенко который снимал и прокурора шокина и выполнял прямые указания джо байдена то есть вы думаете что сейчас эта же тенденция остается а к сожалению эта тенденция сотрудничества с демократической партии остается призывы зеленскому начать расследование коррупционных преступлений не вызывает никакой реакции руководитель буризмы сейчас находится в москве кстати говоря что подтверждает тот факт что сотрудничество демократической администрации осуществляется именно с кремлем вот но это такая немного отсталая политика понимаете которую проводит сегодняшнее руководство украины это попытка идти в русле но вот сложившейся ситуации а сложившаяся ситуация не очень хороша для украины при всем том что мы говорим о победе о возможности победы ну вот все это к сожалению не очень очевидно и более того какие-то успехи украины на поле боя приводит к сокращению поставок вооружений это тоже то что заметно военным но поскольку мы с вами за владимир зеленского заговорили он свою очередь уже все-таки вернусь к этим москва сити он свою очередь заявил своем обращении о переносе войны на территорию россии и в ее символические центры и военные базы и вот если говорить за это москва за эту москва сити власти москвы не постоянно заявляют что усиливают системы пво москва сити как мне кажется это совсем не окраина москвы и вот вот эти удары они же возможно и есть тот ответ как власть российской федерации готова защищать свой народ ну к сожалению это ответы очень слабые понимаете это пока булавочные уколы если сравнивать их ну почти с межконтинентальными ракетами которые падают на территории украины и наносят огромный ущерб в том числе человеческим жизням то что происходит москва сити это символически очень важное действие вот но пока малоэффективные вот и мы знаем что ракеты которые могли бы высокоточное оружие которое можно было бы использовать для нанесения ответного удара по территории россии ну украине просто запрещено использовать искусственно ограничивается дальность этих высокоточных ракет и ну прямо заявляется о том что вот это высокоточное оружие использовать нельзя американскими специалистами пентагоном вот это для этого существует ну вот формальная отговорка это не расширение конфликта и не вмешательство соединенных штатов в этот конфликт если вы помните еще до начала военных действий до начала войны путина в украине джо байден и высшие руководители соединенных штатов говорили о том что они не будут вмешиваться в этот конфликт не будут подставлять украине оружие они вынуждены были начать это делать потому что союзники украины и их союзники начали поставлять это оружие они это вынуждены были сделать для предотвращения конфликтной ситуации которая возникла бы с союзниками по нато с польшей с великобритании со странами балтии вот но они это делают так как если бы хотели выполнить формально вот эти условия но с другой стороны не дать украине достаточного оружия чтобы победить агрессора но константин натанович а может случиться в какой-то определенный период украина делает запрос по какому-то виду вооружения и сша уже скажут нет вот эта красная линия этого мы точно не дадим потому что ранее такие же заявления были и там о предыдущих видах вооружения мы помним даже джавелины в свое время очень долго решался этот вопрос но после все-таки процесс пошел и мы видим как уже решается вопрос f16 другие виды вооружения но может ли стать какой-то такая точка уже когда сша развернуться скажет все хватит а ну вот хороший пример с жевелинами это дает ответ на многие вопросы при президенте демократия бараке обаме существовал некоторый принцип украине нельзя поставлять смертельного оружия завтраки там оборудование одежда да вот но нет смертельное оружие когда к власти пришел дональд трапп начались поставки джавелинов резко при сопротивлении протестах демократической партии ответ на ваш вопрос может ли остановиться могут ли остановиться поставки вооружений ну очевиден они остановлены сегодня сегодня значит но уже вот полтора года войны мы требуем от соединенных штатов от нато закрыть небо над украины то что было сделано в югославии когда милошевич бомбил и торию бывший так сказать империи вот это то что было сделано в других частях мира это способ остановить войну но это не делается в украине но ответ наверное очевиден да и вам это значит что желание остановить эту войну нету вот а есть желание потворствовать агрессору и это принципиальная позиция демократической администрации демократической партии единственная надежда украины на то что в двадцать четвертом году через год чуть больше сменится администрация в соединенных штатах придет к власти республиканская администрация и эта война как это и обещает там скажем дональд трамп будет остановлен за 24 часа сдавая украину сдавай украину это то что сказали вы это что говорит а пропаганда демократической администрации сегодня демократическая администрация джо байден находится под огнем очень серьезной критики со стороны республиканцев и они защищаются как могут ну вот скажем коррупционные скандалы как они защищаются джо байден говорит вред конгрессу вред прессе что этого ничего не было а его сын хантер байден говорит что было признается в суде что там от китайцев получили шестьсот шестьдесят четыре тысячи долларов пропагандисты в украине к сожалению очень многие журналисты давно отказались от объективного анализа событий повторяют вот этот бред это пропаганду фактически что трамп собирается сдать украину путину хотя в четырнадцатом году сдали крым путину демократическая партия хотя сейчас сдает украину перед войной это же очевидно было они планировали просто отдать путину всю украину демократическая администрация и мы знаем когда такие события были невозможны когда у власти была республиканской администрации нападение путина на грузию было остановлено было остановлено очень резко и очень однозначно я просто вернусь к этим словам о которых я вспомнил экс-президент сша дональд трамп заявил что он бы позволил россии отобрать у украины часть территории чтобы избежать войны об этом американский политик заявил в интервью ведущему fox news шоне хэннити это же его слова нет это интерпретация его слов дональд трамп сказал что нынешняя политика демократической администрации приведет к тому что украине придется отдать часть территории именно из-за того что нынешняя администрация не позволяет украине защищать свои территории то что вы произнесли это грубая тупая пропаганда интерпретация слов дональда трампа еще очень популярна интерпретация о том что он хочет сдать всю украину и таким способом остановить войну я вас призываю эдуард перестаньте заниматься пропагандистскими компаниями в пользу демократической администрации случае вы журналист вы должны проверять факты вот вы сейчас говорите дональд трамп сказал и цитируете противников дональда трампа которые интерпретируют его слова это не так не занимайтесь пропагандой я говорю да ни в коем случае поэтому и анализируем со стороны байдена и трампа в любом случае он как говорят нам делать свою работу и очень надеемся что наши партнеры они поистине будут таковыми и в своей сущности при этом появляется другая информация что путин не только не пытается поскорее закончить войну в украине но и готовится к боям еще больших масштабов об этом пишет файнел шинтаймс эксперты издания делают такой вывод из новых законов ужесточающих порядок мобилизации и позволяющих российской федерации направить на войну еще сотни тысяч своих граждан но недавно еще владимир зеленский в интервью сказал что владимир путин не выдержит вести войну против украины в течение длительного времени отвечая на вопрос журналиста может ли украина повторить судьбу сирии где россия ведет прокси войну на протяжении почти 30 лет владимир зеленский сказал следующее путин не проживет столько лет но если говорить о позиции запада правильно ли я понимаю скажем так симптомы того что они занимают такую позицию путин готовят длительную войну они дают дозированную помощь мир надеется на то что путин столько долго не протянет войну на истощение ну и скажем так это все само собой то и путин растягивает затягивается вернее проблема не только в путине проблема в его окружении в чекистах которые с помощью войны не только в украине но и в грузии там молдове в сирии везде центрально африканской республике в венесуэле пытаются удержать власть таким способом как начав чеченскую войну запугав общество взрывами домов якобы террористической активностью чеченцев это способ удерживать власть вот именно для этого путин и ведет войну и это не лично путин это большая команда чекистов которые пришли к власти в двухтысячном году в россии и которые не умеют управлять экономикой у которых в развалилась политическая система но которые пытаются остаться к власти путем репрессий путем запугивания народов путем вот ведения этих войн одна из существенных задач мобилизации это отвлечь людей от протестов от понимания того что главная проблема главный враг россии сегодня это чекисты те кто находится у власти те кто захватил власть и удерживает ее самым не цивилизованным способом вот эти истории о том что у путина рак что он скоро умрет что в россии депрессивное состояние не удается осуществить мобилизацию это не так к сожалению россия вышла на уровень производства снарядов и там ракет и вот всего этого расходного материала для войны на уровень превышающий производства в соединенных штатах ресурс мобилизации это 10 миллионов граждан россии 10 миллионов понимаете то есть это очень опасная ситуация и в этой ситуации призывы владимир зеленского или объяснение владимир зеленского они героические смелые духоподъемные но они к сожалению не точные россии в состоянии вести войну долго и с путиным и без путина и после путина и чекисты будут удерживать власть пытаться удерживать власть даже после смерти путина и эта война может быть бесконечной и эта война в которой соотношение сил просто количественное соотношение украинцев и граждан россии один к трем понимаете в этой ситуации то было бы неправильно сражаться до последнего украинца во всяком случае я бы не хотел такую судьбу для героического народа который остановил агрессию путь кстати вы сказали ключевую фразу как мне кажется о том что даже если путина не станет политический или тем более физически то война не прекратится но если говорить о судьбе и тем более российской федерации была недавно информация что россию сейчас накрывает эпидемия поджогов по всей стране горят военкоматы только за сутки было 12 поджогов военкоматов за дело взялись даже старики и это же свидетельствует о настроениях народа отношения и мобилизации недавно алексей дать секретарь о украины он сказал о том что путину нужно готовиться не только защищать время не только нападать но и защищать а в особенности защищать москву поскольку есть вероятность того что готовится второй поход на москву в долгоиграющей войне войне на истощение у народа может же сработать уже триггер что-то может и хватит вести эту войну может нам хватит умирать непонятно за что то пора уже как-то менять эту и власти систему знаете я думаю что триггер этот давно сработал но усилиями пропагандистской кампании усилиями репрессий которые проводят этот режим в россии но удается сдерживать эти протесты это очевидно к сожалению общество в россии находится в состоянии ну таком подавленном сомнамбулическом состоянии внушенном пропагандистской кампании пропагандистская кампания усиливается пропагандистская кампания принимает совершенно изочеренные формы и мы это видим по эффективности скажем мобилизации мобилизация достаточно эффективно часть общества часть тех кого должна была бы коснуться мобилизация они бежали из россии но это только малая часть понимаете рассчитывать на сопротивление кстати говоря ничего для этого не дело вот я бы не стал сопротивление нужно подпитывать это очень серьезный момент и уже давно я обращаю на это внимание и запада и украины необходимо поддерживать вот эти оппозиционные силы оппозиционный путину силы вот и не обвинять граждан россии во всех смертных грехах а просто понимать что они находятся вот в таком ну рабском состоянии в состоянии когда те кто не молчат они оказываются в тюрьме с огромными сроками причем это делается демонстративно вот это наказание вот так что а сопротивляться надо на разных фронтах путину в том числе и с помощью оппозиции режима путин но я так понимаю что сопротивляться нужно не только путину но и той команде как вы сказали недавно было расследование от такого проекта под названием проект и там сказано что общая сумма открытых контрактов которые российские бизнесмены заключили с министерством обороны российской федерации 14 по 23 год не менее 220 миллиардов рублей тверждают журналисты издания проект по их данным снабжение российской армии открыто участвовали как минимум 81 российский олигарх среди них мордашов фридман абрамович тимченко усманов ротенберг ковальчук и другие я так понимаю что если за путиным стоит таком эта команда и как говорят кто платит тот и заказывает музыку если им как мы вернемся вначале вы говорили по поводу санкции прикрутить гайки то кто знает возможно решение будет совсем иное в сторону войны 200 миллиардов долларов то есть 200 миллиардов рублей это 20 миллиардов долларов это микроскопическая сумма по сравнению с 600 миллиардами которые поступают на заграничные счета российской федерации в компании которые продают ресурсы нефть значит ну сравните 600 и 20 вот эти 20 миллиардов это там в основном речь идет о предпринимателях которых но вынуждают помогать режиму настоящие олигархи такие как ротенберге там другие которые управляют крупными зарубежными активами россии это олигархи это чекисты вот вместо того чтобы обращать внимание вот на эту мелочь нужно было бы обратить внимание на постановление о том что теперь компаниям совершенно необязательно возвращать валютную выручку в россию передавать ее центральную банку и все эти ресурсы под значит все это прозрачно все это видно они используются для закупки оборудования в обход санкций и закупки вооружения между прочим и все это делается не тех теми кого на вызывают олигархами то есть предпринимателями а это делается настоящими олигархами то есть чекистами которые никого отношения к бизнесу не имеют которые выполняют прямые распоряжения путина это люди вот типа игоря сечина предпринимателя который за всю свою жизнь управлял только скрепками там на доносах вот понимаете это тоже к сожалению способ отвлечь внимание от реальных преступлений вот финансовой области реальных способов обхода санкций и реальных способов ограничений ну вот арестовано 300 миллиардов долларов запасов центрального банка золотовалютных вот но во первых их возвратили во вторых это малая часть тех триллионов которые размещены сегодня этим режимом за рубежом там в том числе в соединенных штатах эти все средства известны они видимы их невозможно скрыть вот но как знаете в анекдоте там почему ты ищешь под фонарем но потому что здесь светло искать средства предпринимателей вот эти микроскопические это способ отвлечь внимание от реального оборота олигархов российских настоящих олигархов которые оперируют сотнями миллиардов долларов на мировом рынке вы знаете я напоследок хочу вас спросить о инициативе вернее о встрече в саудовской аравии в начале августа пройдут переговоры о мирном урегулировании российско-украинской войны которые будут участвовать представители украины сша евросоюза и ключевых развивающихся стран таких как индия и бразилия об этом сообщает the wall street journal и как ожидается мероприятие пройдет 5 6 августа на него приглашены высокопоставленные чиновники уровня советников национальной безопасности из более чем 30 стран пишет the financial times но россию на саммит не приглашали чем этот саммит он будет отличаться от предыдущих встреч по вашему мнению и не является ли какой-то такой ответ к это на саммит россия-африка где там также встречался путин с представителями африканские страны что-то он говорил по поводу мирного урегулирования но вот 30 стран и в том числе украина речь идет по моему я не участвую тоже в этом саммите меня не пригласили речь идет по моему о согласовании позиций разных государств государств так сказать вот этого объединенного запада и третьего мира по единой политики в отношении этой к этой войне по единой политике по отношению к россии как мы знаем индия другие государства продолжают закупать энергоресурсах в огромных объемах большими скидками но продолжают поддерживать по существу россию и вот эти миллиардные запасы за границей которые можно не возвращать в россию вот это средства которые не видны проводящим санкции государством вот это не под санкционные средства но по существу россии их может использовать для ведения войны для закупки необходимого оборудования вооружения и некоторые согласования позиций мне кажется очень полезны в этих условиях страны третьего мира должны понимать что они очень сильно зависят от стабильности в этом мире конфликт военный но война в украине наносит серьезный ущерб в том числе и мы уж не говорим о странах третьего которые нуждаются в рынках развитого запада вот война по существу сокращает их производство и делает их бедными вот но эта война ведется с помощью ресурсов которые они передают путину россии которая ведет войну но вот эта ситуация я думаю это способ такая конференция такая встреча способ довести до сведения многих государств что их политика должна быть сбалансированы очень надеемся что эта встреча она пройдет результативно и многие страны они сделают выводы о том что происходит сейчас в украине во всем мире казать и натанович я благодарен вам за участие в этой программе за вашу аналитику нашим зрителям хочу напомню что с нами был на связи константин боровой друзья не забывайте этому видео поставить ваш лайк подписаться на канал и конечно же пишите ваши вопросы комментарии и замечания то что вы посчитаете нужным константин натанович вам желаю доброго здоровья до новых встреч на нашем канале спасибо и вам всего хорошего константин натанович спасибо вам еще